Почти 100 казанцев были госпитализированы с начала этого года с диагнозом обморожения. Чаще всего жертвами низкой температуры становятся те, кто злоупотребляет алкоголем. Холода стали сегодня темой разговора с электронного совещания, который провел глава МЧС Сергей Шойгу. На связи с Татарстана вышел премьер Эльдар Халиков. Так когда синоптики обещают хоть малейшее потепление? Знает Дарья Турцева. История тех, кто оказался в БСМП Казани с диагнозом обморожения почти у всех одинаковой. Дмитрий Якоби, возвращаясь домой под шофе, уснул на улице. Проснулся в больнице. Консервативное лечение не помогло. Обмороженные пальцы, ног пришлось ампутировать. Виной всему вино сокрушается мужчина и зарекается пить. Я бы по своему опыту сказал, чтобы в первую очередь не пили, хорошо одевались. Ну и предохранялись по возможности. Все же понимают, что сейчас морозы. Сейчас при любой усталости охота соснуть. А не обязательно даже большой холод. Хватает несколько часов, там снегу или что, и все уже обморозился человек. Несколько часов на холоде и многим автомобилям тоже требуется помощь. Техническая. Чтобы не сорвать рейс, водитель пригородного автобуса Радик Юнусов решил усовершенствовать радиатор. Метод старый, но проверенный. Даже обычный картон может сохранить тепло. Конечно, и окна, это замерзает тоже. И зеркла заднего вида тоже замерзает. Ну, конечно, трудновато уж, конечно. Но терпим мы уже, работаем. Хозяева квартиры и домов тоже идут на разные ухищрения, чтобы в комнатах стало теплее. Министр чрезвычайной ситуации Сергей Шойгу предупреждает. Раскаленные электрообогреватели, горящие газовые конфорки – все это уже стало причиной многих пожаров. В условиях аномально низких температур возрастает риск увеличения количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с пожарами, особенно в домах с печным отоплением. Тем временем, утешительных прогнозов у синоптиков пока нет. В ближайшие дни такой вот ход погоды, он сохранится. То есть мы остаемся во власти этого же северного антициклона, и у нас сохранится аномально холодная погода. Завтра, 4 февраля, ночные температуры будут от 25 до 30 градусов мороза. В низких местах может температура опускаться и ниже. Если кто-то холодом и рад, то это, пожалуй, только дети. Ребятам разрешают не переобуваться в школах и не запрещают бегать на переменах. А если температура понизится еще на пару градусов, то родители точно разрешат остаться дома. Занятие для себя школьники уже придумали. Голова мультик, смотрите, лежит на кровати. Илья Ребятулина, Дарья Турцева, Равкадия Динов, Вести, Татарстан.